добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о преодолении клевет первое что нам необходимо для того чтобы вот это не вошло наверное во внутрь нас потому что если вы примете эту клевету близко к сердцу то она как знаете как кислота она будет разъедать ваш сосуд он навредит вашему сердцу не впускайте внутрь себя я говорю обычно когда ко мне приходят за советом я говорю друзья нам нужно с вами быть такими толстыми жирными христианскими гусями чтобы грязь не попадала внутрь вы посмотрите за водоплавающими птицами недавно я гулял с моей младшей дочкой по ботаническому саду там есть потрясающий пруд и плавают лебеди и знаете что я увидел это была осень вода была невероятно грязной она была бурого цвета там плавало очень много всякого мусора и белоснежные лебеди попробуйте опуститься в грязь и выглядеть белоснежно я очень заинтересовался мне понравилось это я вдруг увидел как лебедь он подныривает на эти шею под воду и вот эта вода она на нем но я увидел как она стекает с него и потом я увидел что они выходят на берег и они смазывают жиром все свои перья чтобы вот эта вода она не проникла внутрь их их за их оперение и я думаю что каждый из нас должен быть таким человеком который не позволяет клевете и негативу проникать внутрь себя для этого нам нужно одно потрясающее мощное средство это кровь иисуса христа должны четко понимать что вы искуплены вы искуплены не этими людьми вы искуплены не церковью вы искуплены не пасторами не какими-то другими товарищами на кем бы они себя не считали кем бы они не назывались вы искуплены господом на голгофском кресте он умер за вас он умер за вас он пришел для того чтобы вас спасти чтобы ты был на небе чтобы сегодня ты выполнил свое призвание чтобы твою душу драгоценную душу обнять и взять собой на небеса вот это важно ты нужен ты важен сам по себе не как часть некого коллектива вот это вот знаете мы все-таки верим в личное искупление они в соборное спасение церкви как некоторые мы верим в то что я важен для бога и не только как часть какой-то команды да я знаю что господь придет за церковью но я вижу церковь это как на эти вот прообраз церкви для меня это бамбук растущий на из одного корня тысячи ростков это яблоко граната в котором один плотно множество зерен вот этот прообраз мне ближе и я знаю что это библейский прообраз потому что этого хочет мой господин он хочет чтобы ты относился к себе именно так весь мир может быть против тебя но бог всегда на твоей стороне потому что он когда взошел на крест он не имел ввиду что он умирает за всех кроме тебя нам иногда это может казаться потому что люди которые клевещут они говорят и не достоин этого да никто друзья не достоин никто нет таких кто был бы достоин но назвал нас своими детьми и не стыдится не нас не наших грехов потому что они покрыты и вот если ты это понимаешь то клевета будет сливаться скатываться с тебя как с гуся вода и Продолжение следует...